Василий Маханенко. «Тёмный паладин». Книга третья. Рестарт. Текст читает Олег Кейнс. Глава первая. День предыдущий. «Паладин Ярополк», — торжественно объявил глашатой, и передо мной распахнулись широкие двухстворчатые двери. Сдерживая волнение, я ступил в зал для официальных приемов резиденции координатора 446-го сектора, потомственного князя Бернарда Кальрана. Моэсю Жирен любезно предоставил свое скромное жилище в распоряжении Мадонны, и представители всех игровых миров поспешили засвидетельствовать свое почтение великой. И как бы ни был огромен зал приемов, едва ли находившиеся здесь существа чувствовали себя комфортно, лишенные личного пространства. Проще говоря, яблоку в зале было негде упасть. Вот как спешили все посмотреть на возродившуюся Мадонну. Хотя кого я обманываю? Кто захочет просто смотреть на великую? Всех привлек антураж, неизменно сопровождающий события такого рода. Где еще увидишь, как с создательским размахом награждают непричастных и наказывают невиновных? Стоя на пороге зала без малейшего желания двигаться дальше, я вяло гонял в голове мысль о том, что меня ждет – наказание или награда. Тем же занимались и все присутствующие, даже не пытаясь скрыть косых взглядов и перешептываний. Всех моих предшественников никто не удосужился разделить на категории виновных и достойных, потому для гостей наше появление и реакции Мадонны были интригой. Так как моя персона была замыкающей в очереди счастливчиков, я уже знал, что Арчибальда объявили виновным в том, что возвращение Мадонны прошло с определенными трудностями. Он был признан вне закона, низложен со всех занимаемых постов и предан забвению. Гости были в восторге. Потом они немного заскучали, пошла стандартная процедура награждения из рук великой. Кое-кто осмелился фыркать, если считал награду бесполезной или незначительной. Все это нам в красках описывали НПС, когда возвращались за очередным ожидающим. Передо мной оказался глава ордена паладинов Ерхард ван Браст. И толпа второй раз за вечер испытала эмоциональное потрясение, но уже от размера награды. Выслушав доклад моего сопровождающего по дороге в зал, я позволил себе помечтать о личном мире с миллионами рабов. Ведь именно я был тем игроком, который сделал большую часть работы для возвращения великой. Пройдя с непонимающим взглядом по всем шепчущимся, я все-таки двинулся к трону. Толпа ожидаемо сторонилась, помогая мне скорее преодолеть путь, в конце которого ожидала властная и эксцентричная Великая. Мадонна непринужденно заняла хозяйский трон, потеснив Бернарда. Впрочем, координатор находился поблизости, стоя как самый верный слуга справа от трона. Он не выказывал и малейшего недовольства своим положением. Напротив, он весело балагурил, всячески стараясь услужить своей почетной гости и госпоже. И тому была причина. В одночасье координатор заштатного сектора стал весомой фигурой в игровом мире, и упускать свой шанс он не собирался. Всю неделю до церемонии я находился в резиденции Сюзерена и вдоволь насмотрелся, как Бернард купался во внимании других координаторов и влиятельных игроков, снисходительно принимая их дары и просьбы замолвить словечко перед Великой. Мадонну не устроили предоставленные ей апартаменты жрецов, и она поселилась у координатора, сделав его первым среди равных. Склонив к Бернарду голову, Великая слушалась с легкой улыбкой, время от времени бросая что-то в ответ. Однако ее глаза неотрывно следили за моим приближением. Несмотря на достаточное время для моральной подготовки к этой встрече, я все-таки сбился с шага. Мадонна заметила это и, довольно усмехнувшись, отвела взгляд. Враг повержен, о враге можно забыть. Не знаю, так ли это или нет, но я смог спокойно продолжить путь. Насколько мой хозяин демонстративно купался в благосклонности Создательницы, настолько же показательно он не замечал моего приближения. Это было легко объяснимо. Во-первых, отсутствие информации о моей дальнейшей судьбе. Во-вторых, Бернард так и остался в заблуждении, что я нахожусь под его полным ментальным контролем, благодаря активированной книге Люмпена. Посему в его внутренней системе ценностей всего одушевленного и неодушевленного имущества я давно находился в последней категории. Хоть и приравненный к бесправным рабам, я все-таки знал, что обо мне помнят. Перед церемонией верный страж Бернарда, вампир Малтурион, вручил зацикленный антиграф с источником, чтобы дорогие гости не чувствовали на себе воздействие моей сотой тьмы. Пасти достигнув цели, я заметил совершенно невозможное здесь существо. В зале для официальных приемов находился некромант Люмпен. Не сам. Статус враг всего живого не способствовал свободному передвижению по земле. Даже светилище не могло обезопасить его от нападок других игроков. Люмпен явился навстречу в виде проекции, формируемой парящим у самого пола аппаратом. Страшная темная фигура возвышалась над остальными игроками, и несмотря на то, что в зале было не протолкнуться, вокруг Люмпена образовалось почти метровое пустое пространство. Лишь наместник составил компанию некроманту. И сейчас эта парочка о чем-то активно шепталась, игнорируя церемонию. Мадонна уже была явлена миру. Основная часть церемонии позади. Можно было заняться своими делами, не тратя время на недостойных. Паладин Ярополк. Я преклонил колени, и Мадонна снова сосредоточила на мне свой взгляд. Гул в зале стих. Любопытство, как известно, не порог. А неудовлетворенное любопытство, тот еще геморрой. Боковым зрением мне показалось, что Люмпен с наместником тоже отвлеклись от разговора, ожидая развязки. Нам известны все факты твоего участия в недавних событиях. Взвесив все твои деяния во имя нашего возвращения, и приняв во внимание свидетельство со стороны, мы желаем в полной мере воздать тебе по заслугам и... Мадонна сделала паузу и взглянула на Бернарда. Координатор беспристрастно ожидал окончания приговора. В то время как окружающие то и дело выдавали отсутствие выдержки. Женщина не торопилась, наслаждаясь моментами всеобщей тишины, но при этом чувство меры ей не отказала. Повернувшись ко мне, не дав затянуться паузе и все испортить, она закончила. «Объявляем тебя виновным». Приговор припечатал меня к полу. «Что значит виновным? За что?» «Своими глупыми и самонадеянными действиями ты поставил под угрозу наше возрождение. Вероломно перехватил процесс активации у опытных игроков. Видимо, это намек на Зангара и его учителя. С очередным обвинением Мадонна все больше распалялась. «Побусту тратил время, отдаляя наше воскрешение и пренебрегал помощью. Вернул в мир Люмпена». Тут женщина совсем невеличественно вскочила и вскинула руку в направлении проекции некроманта, что придало немалую экспрессию ее словам. Все поспешили обратить взор в сторону Люмпена, выступавшего сейчас наглядным пособием моего позора. Тот поспешил расшаркаться от удовольствия. Плюнув на минуту славы некроманта, я выжидающе уставился на Мадонну. Если мне не изменило зрение, только что на лице великой мелькнула кокетливая улыбка, предназначенная врагу всего живого. «Что за театр? Меня публично линчует за его возрождение, а сама кокетничает? Хороша создательница! Или это она себе соломку стелет?» Несмотря на игровой статус, Люмпен интересная, а главное очень-очень сильная фигура. В будущей войне у него отличные шансы на победу. Очевидно, так думаю не только я. «Только благодаря счастливому случаю мы возродились», успокоившись и вернувшись на трон, произнесла Мадонна. «Мы недовольны тобой, паладин Ярополк. Считаем, что ты заслуживаешь самого сурового наказания. Но...» Тут она повернулась к Бернарду и уже открыто подарила покровительственную улыбку. «Мы ценим преданных нам слуг, посему принимаем ходатайство нашего любезного координатора. Это не значит, что ты избежишь наказания. Мы даем тебе месяц, чтобы ты послужил всеобщему благу, а после понесешь справедливое наказание от наших рук. Обращаемся ко всему игровому сообществу. Нам будет очень неприятно узнать, если по чьей-то глупости виновный не доживет до оглашения приговора». Зал одобрительно загудел. Мадонна брезгливо махнула рукой. «Убрать с глаз долой!» Рядом материализовалась пара джинов и, подхватив меня под руки, словно нашкодившего котенка, поволокли из зала. Не телепортировали, не сопроводили, а поволокли. Лишили возможности покинуть зал самостоятельно, сохранив честь и достоинство. Всему игровому сообществу только что показали, со мной не нужно иметь никаких дел. Джины вытащили меня за двери, и окружающий мир завертелся, канув в портальном переходе. Перед глазами заплясали разноцветные линии, складываясь в небольшой кабинет. Яркое заходящее солнце, прорвавшееся в помещение сквозь широкие французские окна, на первые несколько секунд ослепили меня. «Паладин доставлен!» – пробосил один из конвоиров. Меня отпустили и мягко толкнули в низенькое кресло. Дружелюбный голос мирно произнес. «Добрый день, месье Ярополк!» Чурясь от света, я осмотрел комнату и никого не увидел. Почувствовав мою растерянность, Степан поспешил на помощь, выделив красной подсветкой маленькое существо у дальней стены. Незнакомец так потрясающе слился с интерьером, что я сразу окрестил его хамелеоном. Если бы не Степан, я так и вертел бы головой без всяких шансов увидеть сквозь камуфляж собеседника. Хм, похвальная наблюдательность, месье. Существо мгновенно определило, что ни он сам, ни его местоположение больше не являлось для меня загадкой, и ответило комплимент с досадой в голосе. Отделившись от стены, оно двинулось к столу, меняя форму и окрас, а еще мастерски используя преломление света. Определить истинную форму хозяина кабинета не было возможности, как и долго смотреть на него. Я морщился, пытаясь вычленить и идентифицировать отдельные части тела, если уж целиком воспринять образ не получалось. В какой-то момент мне даже показалось, что истинная форма существа не так уж и далека от земного хамелеона. В конце концов я плюнул, бросил эти потуги, предоставив возможность работать профессионалу. Степан обработает изображение и покажет мне это чудо во всей красе. Хамелеон довольно хохотнул. Не вытруждайте себя. Я привык, что представителям вашего вида на нас тяжело смотреть. Существо устроилось в кресле напротив и перешло к делу. Месье Ярополк, вы здесь для того, чтобы понять вашу роль в предстоящих событиях. Меня зовут Далькатран де Люр. Я являюсь личным помощником великой госпожи. Хамелеон в ожидающий посмотрел на меня. Я же в силу недавних событий ничего, кроме настороженности и глубокомысленного мычания выдать не мог. Наверное, поэтому существо предложило. Не желаете картанской настойки? На небольшом столике появились два бокала со зловещей красной жидкостью. Уставший мозг расценил это как недобрый знак, но отказываться от расслабления не стал. Де Люр поддержал меня. Несколько секунд мы провели в тишине, отдавая должное крепости напитка. За свою жизнь я не опасался. Статус святилища успокаивал. Да и задумай Мадонна меня убить, не стало бы тратиться на декорации и привлекать личных помощников. В чем, в чем, а в том, что через месяц меня ждет или мучительное обнуление, или пытки под личным руководством великой, я не сомневался. А может будет не только руководить, но и участвовать, прикладывая великую руку или ногу. С нее станется. Появление таких смелых мыслей в голове свидетельствовало о долгожданном расслаблении. Мне действительно нужна была эта настойка, чтобы прийти в себя. Хамелеон оказался прав. «Какая хорошая штука!» Покатав немного букву «Р» на языке, я прочистил горло и взял инициативу в свои руки. «Так о какой роли вы говорите? Великая Мадонна четко дала понять, что не считает меня достойным исполнять ее поручения. Мне стоило огромного труда убрать из голоса сарказм. Не нам судить о словах и поступках великой», – осадил меня Хамелеон. «Госпожа недовольна вашими успехами по подготовке к ее возрождению. Еще бы, вы чуть все не испортили. Но, как у проводника, у вас остались определенные обязательства перед всем игровым сообществом. И до сего момента вы исполняли их не лучшим образом. Этим и было вызвано недовольство госпожи. Однако, госпожа очень добра. И у вас, как оказалось, есть достойные покровители. Радуйтесь, вам выпал шанс все исправить, доказать свою самостоятельность и преданность делу. Вы понимаете, о чем речь, месье Ярополк?» «Речь идет о поиске Мерлина и Безымянного», – догадался я. «Только Мерлина», – поспешно ответил Далькатран, видимо, не ожидавший, что к какому-то холопу известно о третьем участнике рестарта. Пальцы на его правой руке замелькали, на что обратил мое внимание Степан. Ушлый Хамелеон быстро строчил сообщение на клавиатуре, встроенный в подлокотник кресла. К сожалению, ни я, ни Степан прочесть донесения не смогли. Без разницы. Я все равно ничего о них не знаю. Я постарался выглядеть беспечно, внутренник костеря себе на чем свет стоит. Расслабился, идиот. Не хватало только беспокойства Герхарда о том, что мне известно о безымянном. Те, кто много знают, долго не играют, будь они хоть трижды проводниками. Я тут же дал задание Степану придумать достоверную легенду о том, что Зангар поведал мне о третьем участнике рестарта. Нужно предусмотреть все варианты развития событий. Речь о том и идет, что у вас нет информации. Хамелеон довольно кивнул. Задача проводника – собрать всех участников рестарта вместе. Как вы справитесь с этим, если до сих пор не идентифицировали Мерлина. На данный период времени – это ваша первостепеннейшая задача, смысл вашего существования. По логике разговора, здесь мне, убогому, следовало стушеваться, что я и поспешил сделать, не забывая кивать головой. С дурака спросу меньше. Тем более репутацию я себе соответствующую уже приобрел. Так что двигаемся, товарищи, выбранным курсом и закрепляем у собеседника нужный эффект. Тут вы правы, виноват. Однако у меня есть оправдание. Мое обучение пошло не так, как у всех остальных. Арчибальд! Я патетично вздохнул и скорчил виноватое лицо, опасаясь, что переигрываю. Но на Далькатрана настойка тоже подействовала. Он вдохновился моим раскаянием и готовностью сотрудничать. Хамелеон даже откинулся в кресле, почувствовав себя хозяином положении. Нам известно о твоих пробелах в образовании, и мы готовы помочь. Хамелеон ушел от я и мне, на мы и нам, подражая манере изъясняться своей госпожи. Но только в рамках выполняемой миссии. Щедрость Мадонны не знает. Сарказм я уже не скрывал, но Далькатран так резко меня перебил, что я на секунду испугался разоблачения. «Госпожи Мадонны, прошу уважительно относиться к госпоже». «Мне нужно только найти Мерлина или что-то еще». Мне начали надоедать игры. Захотелось побыстрее закончить и узнать, чего же от меня хочет Мадонна. Признаться, за последнюю неделю я был сильно впечатлен ее величием и делами праведными. Взбалмошная женщина, упивающаяся собственной силой и властью. Любительница покарать или наградить без видимых причин. Сегодняшний прием не был единичной демонстрацией ее благих деяний. Накануне она сместила с постов глав клириков и жрецов, чем-то ей не угодивших. Отправила возгнание вслед за Арчибальдом еще нескольких игроков, лишив их класса, активно вмешивалась в игровую жизнь Земли, не удосужившись вникнуть в суть проблем. Недовольство среди игровых масс сросло, но не находило выхода. Все молчали, не желая навлечь на себя гнев. «Вам надлежит в течение месяца отыскать существо, в которое воплотился Мерлин». Хамелеон тоже перешел на рабочий тон. «Достаточно только выяснить, кем он является и сообщить госпоже. На этом ваша миссия будет считаться выполненной». «Просто выяснить?» – искренне удивился я. «Не нужно его доставлять в командный центр». «Командный центр?» – усмехнулся Хамелеон и сконцентрировал свои фантастические глаза на мне. «Может, вы даже знаете, где он находится?» «Как где?» – промямлил я. «Осталось признаться самому себе, что я не играл идиота. Я им был. Думаю, здесь, на Земле. Могу, конечно, ошибаться, но мне кажется это логичным». «То есть, наверняка вы не знаете?» – допытывался мой собеседник. В ответ я еще раз пожал плечами и кивнул. «Почему вам кажется это логичным?» – прикинув, что я ничего не теряю, поделившись своими рассуждениями, я стал пояснять. «Командный центр – это стандартная штука практически во всех играх. Логично предположить, что такая существует и здесь, согласны? Всем известные ключевые фигуры возродились на Земле. Проводник, ключник, госпожа Мадонна. Мало того, госпожа уверена, что Мерлина следует искать тоже в нашем мире. Возникает резонный вопрос – почему так? Чем Земля заслужила такую честь? Может, потому что именно здесь находится командный центр?» «Может быть, может быть», – задумчиво произнес личный помощник Мадонны. «Но это не важно. Месье Ярополк, мы здесь реалисты и предпочитаем ставить посильные задачи. Найдите Мерлина и сообщите мне. Большего от вас не требуется. Номер моего коммуникатора вам уже отправлен. Справитесь, награда госпожи будет весомой. Нет, потеряете статус проводника со всеми вытекающими». Вот так просто и ненавязчиво мне указали место. Вытекающие я приставил быстро и правдоподобно. На какую-либо помощь я могу рассчитывать? Раз здесь собрались реалисты, то я мог рассчитывать на плюшки и дополнительные бонусы. Все необходимое для начала поисков мы уже сделали. Игроки предупреждены о том, что нападать на вас не стоит. Против маргиналов или безумцев, возомнивших себя миссиями, вам предстоит сражаться самостоятельно. Но в этом мире таких мало. Не то чтобы я расстроился, но справедливости ради признал, что месяц жизни уже само по себе жирная плюшка. Откуда я могу начать поиски? «Ничем помочь не могу. Вам должно быть виднее», – снова огорчил меня хамелеон. «Доверьтесь интуиции. Ваша сущность сама подскажет, где та самая путеводная нить, что приведет к Мерлину. Напоминаю, у вас есть месяц, вам пора». Помощник сделал жест рукой, и знакомая пара джинов подняла меня из кресла под руки. Еще один портальный переход, и я оказался в твердыне паладинов. Конечный пункт назначения стал для меня неожиданностью, но все быстро прояснилось. «Глава тебя ожидает, брат Ярополк. Следуй за мной». Пробосил мгновенно выросший рядом орк паладин. Одни надзиратели сменяли других, и это действовало на меня угнетающе. Мы двинулись вперед и миновали пару-тройку залов, когда пришла запоздалая мысль, что двигаемся мы в противоположную сторону от приемной, если судить по моей пространственной проекции твердыни. Я растерянно вертел головой, пытаясь сообразить, что делать. Это не ускользнуло от внимания сопровождающего. «Приемную нельзя. Ты теперь изгой, брат. Нельзя Герхарду принимать тебя открыто. Так что…» Многозначительно оборвав фразу, орк горестно повздыхал, чем вызвал у меня чувство обиды. Но в то же время я продолжил путь спокойнее. Так мы прошли еще минуту, прежде чем я понял, что меня смутило. Герхард. Ни один паладин земли не позволит себе такое нарочитое панибратства по отношению к голове. Это могут сделать только пришлые. Орк не из нашего мира. Я перекатом ушел в сторону, активировал всю защиту и повесил на руку артефакт. «Твой долг погашен, Шарнадан!» Тень в дальнем углу комнаты пришла в движение, воплощаясь в единицу, недальновидно сброшенную мною со щитов. Как не вовремя Горлеон решил удовлетворить свою жажду мести. За чередой событий я уже позабыл об этой парочке эльфов-выскочек, убитом мною Норталиме и его злобном папаше. Дальше я разберусь сам. Не спуская с меня глаз, Горлеон жестами показал орку, что тот может удалиться. Одновременно с этим, две стоящие у дверей статуи двухметровых гремлинов пришли в движение, вытаскивая на свет сети. «Ничего личного, брат Ярополк», – пробасил орк, безразличный к моей дальнейшей судьбе. «Мне нужно было вернуть долг». Один из гремлинов позволил орку беспрепятственно покинуть залу, после чего застыл у дверей, блокировав проход своим массивным телом. Серебристая сеть со свистом рассекла воздух, норовя меня спеленать, но роль статиста была мне не по душе. Действуя на опережение, я ловко ушел в сторону, пропуская сеть над головой и оставляя гремлина между собой и Горлеоном. Эльф не стал уподобляться злодеям из фильмов и тратить полчаса на рассказ о своих коварных планах. Он атаковал молча и стремительно. С его рук сорвалась синяя молния, и я поспешил убраться с линии огня, перескакивая с места на место, как горный козел. Пол в том месте, где я стоял меньше секунды назад, взорвалась крошкой. Молнии такой мощности у паладина не на шутку меня озаботили. Степан сразу же показал причину такой нестыковки. Эльф использовал небольшой жезл, с которого и срывались молнии. Каменный гремлин грустно посмотрел на пустую сеть и поторопился, насколько это было для него возможно, предпринять еще одну попытку. Я мог только радоваться, что на подготовку к следующему броску и стукан тратил минуты две, а то и больше, что давало мне шанс не сильно отвлекаться от основного соперника. Свою ошибку я понял лишь, когда серебряная нить окутала меня с ног до головы. Я совершенно забыл о гремлении у входа, повернувшись к нему спиной. Артефакт был бессилен против сети, лишь сноб искр поднимался в воздух каждый раз, когда я использовал удар хромовника. Горлеон также молча подошел ближе, не спуская направленный в мою сторону жезл. Он смотрел мне прямо в глаза, и я прекрасно понимал, что слова ничего не изменят. Мысленно отсчитывая секунды, я готовился встретить перерождение с широко открытыми глазами. Пусть мой враг тщетно ищет в них страх. Там были лишь недовольство ситуации в целом и жажда быстрой развязки. Сверкнула молния, но почти ничего не случилось. Вначале я даже не понял, что произошло. Я готовился к боли, а вместо этого перестал чувствовать ноги. В недоумении я уставился на эльфа, пытаясь понять суть его деяний. В ответ получил только зловещую ухмылку и очередную молнию. Тут-то и стал понятен замысел. С каждой выпущенной молнией я все больше покрывался инием и немел. Горлеон меня полностью обездвижил, дышать получалось с трудом. Я старался задержать дыхание, чтобы самостоятельно уйти на перерождение, однако рефлексы оказались сильнее. В итоге я судорожно глотал воздух под сухой смех эльфа. Удовлетворившись картиной моего унижения, Горлеон наконец заговорил. «Не стоит рассчитывать на перерождение, брат Ярополк». Его голос сочился ненавистью. «Это слишком просто. Для тебя я приготовил нечто иное. Я запру тебя там, где не найдет никто. Тысячелетия ты проведешь в заточении, обездвиженный. Единственным звуком, что ты услышишь, станет звук капающей воды. Кап, кап, кап. Она будет капать секунду за секундой, минуту за минутой, день за днем, отсчитывая твое никчемычное существование и сводя с ума. Бесконечность во тьме и одиночестве. Без малейшей надежды на спасительное беспамятство. Разве это не достойное наказание за гибель моего сына? Эльф так увлекся, что не сразу услышал стук в дверь, который становился все более требовательным. «Не пускать никого!» – приказал Горлеон гремленам. Послушно направившись к дверям, истуканы не придумали ничего лучше, как усесться прямо на пол, создавая каменную подпорку дверям. Но визитер или визитеры, видимо, устали обивать порог и перешли к активным действиям. Кто бы ни был за дверьми, но для них и сами двери, и парочка каменных истуканов не оказались препятствием. Грохнул удар, по звуку сильно напоминающий пушечный выстрел, двери разлетелись в щепки, а истуканы рассыпались на мелкие камни. Не успела осесть пыль, как в зал степенно вошел Шарда в полной выкладке. Его боевой молот сверкал так, что походил на солнце в предрассветной дымке. Горлеон не стал оправдываться и сразу атаковал неожиданного гостя. Гном выхватил из воздуха огромный щит, который молнии лишь облезали и бесславно погасли. Шарде явно было что противопоставить библиотекарю. Сверкнула еще пара молний с тем же успехом, что и предыдущие. В мгновение ока гном телепортировался вплотную к Горлеону. Легкий взмах молота и разломанный пополам жезл улетел в заоблачные дали. Рука эльфа безжизненно повисла уродливой культией, и по залу раздался протяжный вой к Горлеонам, баюкающего раздробленную конечность. Враг был повержен. Было очень приятно смотреть на работу настоящего паладина, быстро, четко и по существу. Мне было чему поучиться. «Я ведь предупреждал, брат Горлеон», – спокойно произнес Шарда, убедившись, что Горлеон утратил весь боевой запал. Подсоков языком, Шарда вытащил эльфийское снадобье и дал эльфу. Забота гнома могла ввести в заблуждение, но его взгляд не обещал притихшему библиотекарю «Ничего хорошего». «Я в своем праве, он убил моего сына», – словно оправдываясь, прошипел Горлеон. «Ты просто старый и злобный эльф. Если бы Нарталим вернулся из Академии, тебе пришлось бы убить его самому», – припечатал Шарда, повышая голос. «Он предал братьев по классу. Он перестал быть паладином. Брат Ярополк спас тебя от позора, Горлеон. Это ты воспитал так сына». Горлеон в негодовании открывал и закрывал рот, не в силах что-либо ответить гному. Оттого лишь нелепо топтался на месте. Шарда шумно засопел, но уже через несколько секунд спокойным и усталым голосом произнес. «Возвращайся в библиотеку, брат. Я извещу главу о твоем поступке». Посчитав вопрос решенным, Шарда схватил меня за шиворот и поволок из зала. В коридоре гномы ждала команда из пяти паладинов с обнаженным оружием. Группа поддержки была готова в любой момент кинуться на помощь брату. Но, правильно оценив ситуацию, паладины спрятали оружие. Шарда подошел к своим и передал меня самому большому воину. Тот закинул мою тушку на плечо, как трофей, который ей выбросить жалко и нести тяжело. Так мы и двинулись по глухим коридорам и залам. Собратья добродушно изощрялись в остроумии над моим буцефалом. Воин посмеивался над шутками вместе со всеми, ничуть не обижаясь, но молчал в ответ. Наконец, вместо каменных плит показался геометрический паркетный рисунок. И меня освободили от необходимости лицезреть круп сильного и терпеливого коня. «Брат Шарда Ганбат, ты как раз вовремя. Я нашел прелюбопытнейшее растение». Сначала услышал, а потом и увидел я местного доктора. Как истинный воин Гиппократа, врачеватель тут же переключился на страждущего. «Что с ним?» «Нулевые молнии, брат Драгор», — пояснил Шарда. «Он в сознании и еще дышит. Сколько?» «Если ты о времени, то часа три-четыре. Нужно восстанавливать замерзшие мышцы. Перерождаться нельзя?» «Нежелательно». Брат Ярополк сменил точку привязки, и неизвестно, когда сможет вернуться. Нужно быстрее, его ожидает глава. «Быстрее?» Доктор задумчиво почесал бороду и принялся перебирать бесчисленные флакончики в шкафу, бормоча под нос. «Что тут? Нет, не пойдет. А может? Нет, все же рисковать не будем. Вот. Ой, нет, здесь сильные побочные эффекты, связанные с кишечником. Так, потеря личности? Нет, нет и еще раз нет. А-а-а, наконец-то. Вот то, что нужно. Легко, быстро и очень болезненно. Ну да неважно. Главное результат. Через тридцать минут результат гарантирован. Только потом, не позднее, чем через четверть часа, дайте ему выспаться. Действуй. Брат Ярополк все запомнил. Сейчас потерпит, потом поспит». Спустя полчаса я сидел в приемной Герхарда Ван Браста и старался унять дрожь. Это было нелегко. Иногда ноги начинали жить самостоятельной жизнью и тряслись так сильно, что приходилось держать их руками. Лекарь не обманул. Было действительно больно. Несколько раз за время восстановления я терял сознание, спасаясь от мучительной пытки. Но меня тут же возвращали обратно. Процедура требовала моего полного сознания. Вместе со мной в приемной сидел Шарда и следил за каждым моим движением. Пока гном нес меня в приемную, он не проронил ни слова. Шарда вообще не был похож на знакомого мне ранее гнома. Хмурый, неразговорчивый, он из-под лоби сверлил взглядом, ни разу не сиронизировал и не подколол меня. Стало совсем тоскливо, и я пытался начать разговор, подбирая интересные темы. Удалось что-нибудь узнать о третьем участнике? Века на левом глазу Шарды дернулась. Вот и вся реакция, которую я получил. Арчибаль звонил. И вновь лишь тик на левом глазу. Возможно, это был мне знак заткнуться. Но я был так раздосадован его молчанием, что остановиться не мог. Мне удалось узнать, что третьего участника именуют безымянным. Он удаляет всю информацию о себе. Кем он может быть, теперь знает только... Довольно. Резко прервал меня Шарда. Знать ничего не хочу ни о безымянном, ни о рестарте. Ты и без того наговорил лишнего. Сколько тебе бестолочи вдалбливать, что даже у стен есть уши. Я заметно съежился, признавая справедливость упрека. Но ведь он сам виноват. Мог бы и поговорить со мной. О погоде, например. У меня только что мозги чуть не промерзли. Кстати, о Морозе и его производных. Что будет с Горлеоном, он... Забудь о библиотеке. Вновь оборвал Шарда, уже не надеясь на мою понятливость. Тебе туда не попасть. Вопрос закрыт. Заткнись и сиди молча. Шардан нахохлился, словно воробей на жердочке. Теперь гном точно отбил у меня словоохотливость, как, впрочем, и мысли, что его состояние связано со мной. Почему? Да потому, что оборвал он меня на теме Рестарта, а заткнул рот упреком в болтливости. Он и тут последнее слово сказал, как наставник бесчисленного количества бездарей учеников. Не способен я стать причиной великой печали Шарды. Единственной разумной причиной такого поведения была опала Арчибальда. Гном был близок с Катарианцем, и изгнание последнего с лишением класса могли Шарду сильно расстроить. Косвенным доказательством моего предположения служил тон гнома, когда я коснулся темы Рестарта. Не влезли бы они с Катарианцем в Рестарт по самое неболуся, глядишь, и Катарианец был бы в козырях у главы до сих пор. Хм, вот оно. Шарда просто чувствует себя виноватым, а я своими разговорами лишь усугубил это чувство. «Если я в ближайшее время встречусь с учителем, что ему передать?» – произнес я, выдерживая тяжелый взгляд гнома. Молчание длилось долго, пока наконец Шарда тихо не произнес. «Дель Ракан Рог. Сделай видеозапись, а то забудешь, бестолочь». «Дель Ракан Рог», – повторил я и кивнул. «Передам». Шарда надул щеки, собираясь еще что-то добавить, но в этот момент двери в кабинет Герхарда открылись, и меня пригласили одного. Зону досмотра и санитарного контроля я прошел быстро, отделавшись тройкой сигналов об удалении меток. Приняв сообщение, что теперь девственно стерилен, я наконец предстал перед очами нашего главы. За неделю, прошедшую с момента появления Мадонны, Герхард изменился. Причем в худшую сторону. Возможно, это было мое субъективное мнение, и я просто жалел мужчину, у которого такая стерва-кукла. Мне казалось, что он заметно осунулся, щеки впали, глаза покраснели, да и все черты сильно заострились. Герхард походил на человека, отдыхавшего последний раз пару рестартов назад. Однако встретили меня, как всегда, с отеческой улыбкой и мудростью в усталых глазах. «У тебя была насыщенная и непростая неделя, брат Ярополк». Простой фразой Герхард дал понять, что прекрасно осведомлен о всех моих злоключениях и причинах, по которым я до сих пор не явился к нему на обучение. Сразу после возвращения Мадонны, Бернард забрал меня в свое поместье и не выпускал до самой церемонии. Уверен, и об инциденте с Горлеоном ему тоже доложили. «Этим могут похвастаться многие», – отреагировал я, присаживаясь в кресло. «Но согласен, спокойствия и скуки мне не хватает». Герхард улыбкой поддержал меня. «Ты уже определился со способностью, которой хотел бы обучиться». «Алмазный купол защиты». Несмотря на неделю домашнего заточения, мне удалось изучить некоторые способности паладинов. Спасибо Аллардо, не бросившему товарища в трудную минуту. Теперь-то я точно знал, чего хочу. Абсолютная защита, которую повесил на меня Герхард во время битвы у поместья Леклер, требовала колоссального количества энергии. Даже с полностью заряженным кристаллом я смог бы продержать щит лишь 10 минут. С атакой было более-менее понятно. Несколько сотен связок свитков с ударами храмовника лежали в инвентаре на случай трудных времен. Вот с защитой было печально. Битва с Горлеоном еще раз это продемонстрировала. Эльф пробил ее, не напрягаясь. Алмазный купол тоже не являлся панацеей, но против Горлеона помог бы, наверное. «Хороший выбор», – похвалил Герхард. Некоторое время он искал чистый лист бумаги на столе, затем быстро набросал на нем несколько символов и извлек из верхнего ящика баночку с золотистым порошком. Тщательно присыпав им еще влажную надпись, он осторожно стряхнул лишнее. Удовлетворившись результатом, глава, наконец, протянул мне лист. Стоило моим пальцем прикоснуться, а Герхарда оторваться, как игра тут же высветила сообщение о получении новой способности. Свиток вспыхнул магическим огнем и исчез, не оставив даже пепла на пальцах. Обучение было завершено. «Тебе надлежит отправиться в Москву», – не тратя попусту время, произнес Герхард. «Постарайся не напоминать о себе, не попадайся на глаза тем, кому не надо. Займись заданием последователей. Погуляй по городу, посмотри, как игроки взаимодействуют с НПС в обычных условиях. Нужно время, чтобы все пришло в норму. Ни милость Мадонны не вечна, потому что женская память недолга». Непрозрачный намек я понял хорошо, но с главой был не согласен. Такие властные особы отличались как раз злопамятностью. Но вслух я этого, конечно, не сказал. Лишь покивал головой и обозначил еще одну важную проблему. «Москва напичкана церквями». Герхард обещал научить блокировать источники света. Самое время было этим заняться. Да, этот город облюбовали клирики. Россия вообще крайне забавная страна. При некоторых условиях люди способны ухватиться за идею и начать воплощать ее с жертвенным фанатизмом. К примеру, решил руководство страны развить идеи атеизма среди общества. Так сразу все атрибуты и внешние проявления веры рияно порицаются СМИ и авторитетными личностями. Уничтожаются все церкви и приходы. Передумал руководство. И вся страна спешит наложить на себя епитимию, готовясь ко второму пришествию. Полутонов в этой стране нет. Хотя поэтому все войны с внешним неприятелем, эта страна прекрасно побеждает. Самый отважный солдат – это фанатик, готовый пожертвовать всем ради блага своей страны. Другие так не умеют. «Не согласен. Я никогда не был фанатичным патриотом, но сейчас мне за державу было обидно. Это неправильно приравнивать патриотов к жертвенным фанатикам, да и относительно веры. Я и не приравнивал, как и не давал оценки. Плохо это или хорошо?» – усмехнулся Герхард, заставив меня умолкнуть. «Это была просто констатация факта. Я назвал эту особенность русского народа забавной, не более. Но ты прав. Сейчас Россия напичкана источниками света. Поэтому тебе необходима защита. Начнем с теории». Отличие между темными и светлыми заключалось сугубо в механизме получения энергии. Темные получали ее напрямую из эмоций окружающего мира. Светлым был необходим посредник, аккумулирующий энергию в себе, так называемый источник света, уничтожающий вокруг себя свободные эмоции. Собственно, в этом и заключалась основная проблема темных. Они постоянно поглощают свободные эмоции окружающего мира. Если же их нет, что очень актуально на Земле, так как все эмоции обращены к конкретным божествам, там идет поглощение того, что есть. В данном случае осветленной энергии, крайне губительной для темных. Какой вывод можно сделать из этого? Герхард не стал мне все разжевывать, требуя активно включиться в процесс обучения. Чтобы иметь возможность находиться возле источника света, нужно замыкать поглощение эмоций с окружающего пространства на, скажем... Тут я замялся. На себя не получится, это физически невозможно. На аккумулятор не получится, он не излучает эмоции. Вообще, единственный источник эмоций – живое существо. Но не будешь же постоянно таскать с собой? Меня осенило. На питомца! Гордый собой выдохнул я и заслужил одобрительный кивок наставника. Подарок ректора академии был с изюминкой. Причем на такого питомца, который умеет испытывать эмоции. Отрицательные, положительные. Здесь выбор полностью за тобой. Важно, что для перекрытия действия источника света в непосредственной близости от тебя, питомец должен находиться рядом и испытывать сильные эмоции. И чем сильнее источник, тем ярче должны быть его чувства. Иначе ты все равно будешь испытывать на себе влияние света. К сожалению, питомцы не способны проявлять сильные положительные эмоции. И как бы не были благородны намерения темных, рано или поздно мы выбираем наиболее легкий путь для достижения цели. Инстинкт самосохранения всегда берет верх. Так что мой тебе совет, не привязывайся к питомцам. От некоторых чувств следует отказаться сразу, иначе они делают нас слабыми. Этого никто не прощает. Питомцы долго не живут, верно? Осознал я ужасную вещь. Год, от силы два, если избегать источников. На аукционе можно приобрести специальные клетки и устройства, которые будут сканировать пространство в поисках источников света и автоматически запускать пыточный процесс. Темным остается только периодически удалять отработанный материал из клетки и менять его на нового питомца. О еде для них можно не беспокоиться. Наверное, требуется время, чтобы привыкнуть к обыденности таких вещей. Людей пытать легче. Они, как правило, сами напрашиваются и теоретически находятся с тобой в одной весовой категории. Чтобы пытать заведомо беззащитное существо, надо сначала изменить свое сознание. Но Герхард прав. Ведомый чувством самосохранения, я быстро привыкну и к этому. Глава дал мне несколько минут обдумать полученную информацию и убедился, что я все понял о блокировке источников света. А что тут думать, если темные такие темные? Поневоле будешь ждать море крови и страданий. Знал, куда шел. «Брат Аллард? Попросил дозволение сопровождать тебя», – произнес Герхард, удостоверившись, что вопросов с моей стороны не будет. «У орков загранша?» «Собственное понятие о чести и достоинстве. Не вижу причин ему отказывать. Я уже согласовал его распределение в Москву. Все бытовые проблемы сейчас решаются». Если такое существо, как Герхард ван Браст, решило, что в Москве или мне не хватает брата Алларда, так тому и быть. В этом я мог смело положиться на главу. Имея явное или неявное поручение, орк в любом случае будет мне полезен. Для заглядатая паладин был слишком неудачной фигурой. Так что в целом я был новостью очень даже доволен. Так доволен, что вопреки своему первоначальному намерению, первым не подымать вопрос о задании Мадонны, решил и спросить совета. «Господин Герхард, мне нужна ваша помощь или совет?» «Думаю, вы знаете о том, что Мадонна велела мне за месяц найти Мерлина. Если я не справлюсь, то больше не буду проводником. Да и паладином Ярополком навряд ли останусь, если она не сменит гнев на милость. Но я намерен сделать все от меня зависящее. У вас я прошу разрешения посетить запрещенную секцию библиотеки. Арчибальд уверен, что там можно найти упоминание о дневнике Мерлина, вернее о том, где его искать. Возможно, вы знаете, о чем говорил мой наставник. Мне и доступ не нужен, лишь информация. Прошу простить мою наглость, но месяц – слишком короткий срок, чтобы рассчитывать лишь на свои силы». Герхард позволил себе секундное замешательство, не ожидая от меня прямого разговора. Однако на то он и был главой класса, чтобы справляться с неожиданностями. Я подумаю, чем могу помочь. Выдача книг или их копий, особенно из закрытых секций, принадлежит жесткому учету. И даже я ничего не могу с этим поделать. Нужно время. Сейчас ступай. Брат Димитр проводит тебя до аукциона и обратно. Герхард нажал кнопку на столе, и тут же в комнату вошел огромный паладин. Новый глава боевиков класса, заменивший изгнанного Айвена, брат Димитр, оказался интересным субъектом. Типичный суровый вояка из тех, кто на любую попытку открыть рот, страшно щурят глаза и грохают басом. Молчать, враг не дремлет. Но этот экземпляр прокачался еще больше. Поначалу, когда он молча выслушал приказ, кивнул и тут же жестом указал мне на дверь. Я нашел это классным и по-военному лаконичным. Однако, за время нашего похода, я не то что слова от него не услышал, но даже не заметил малейшего намека на мимику. Вся информация передавалась мне крайне скупыми жестами, сводившимися к приказам «Стой или иди». В коридоре к нам присоединились еще шестеро братьев, взявших меня в коробочку. Герхард предусмотрительно побеспокоился о моей безопасности. Мои очередные стражники были подстать своему командиру, разве что с мимикой у них был полный порядок. Во всяком случае, они умели хмуриться и даже улыбаться. В святилище один из паладинов вытащил длинный щуп, которым исследовал пространство далеко впереди себя. Я предпринял попытку узнать название странной штуковины, но все шестеро повернули ко мне головы и посмотрели так, что желание пообщаться тут же пропало. Так мы молча и двигались до пункта назначения. НПС нас не замечали, другие игроки старались поскорее убраться с дороги. Поэтому добрались мы без лишних задержек. Один только раз паладин со щупом отшатнулся, когда перед ним вспыхнуло зарево портального перехода. Щуп унесся в неизвестном направлении, а паладин лишь недовольно нахмурился и достал еще один. Странный портал указывал, что в обозримом будущем мне может светить неожиданное путешествие. После святилища немые паладины меня покинут, и в Москве я останусь наедине со своими проблемами. Аукцион я любил. Сам процесс приобретения покупок меня не сильно привлекал. Тучи цифр, картинок, описания и горы однотипной информации. Мне нравилось другое. С каждым просмотренным предметом уровень шкалы опыта артефакта нет-нет, но и увеличивался на сотую процента. Будь у меня побольше времени, аукцион был бы моим вторым домом. Когда я стал физически чувствовать ненависть своих телохранителей, то закончил бесцельное перелистывание страниц каталога и перешел непосредственно к покупкам. Клетка, пара пыточных девайсов, еще кое-что по мелочи. Удалось уложиться в рекордные пять минут. Повертев во все стороны стальную клетку и страшные приспособления, я отчетливо понял, что не смогу запихнуть туда маленького лохматого рагра. Осознав и приняв эту мысль, я стал выбирать себе нового питомца. Желательно с отвратительным характером или внешностью. Подходящий экземпляр нашелся быстро. Озлобленный комок шерсти с клыками и когтями жутко вонял и пускал зеленые слюни. Когда я уже хотел подтвердить покупку звереныша, заметил информационное предостережение. Оказывается, правилами игры ограничено количество питомцев у всех игроков, кроме охотников. Каждому полагалось не более одного. Ниже мелкими буквами было написано, что если игрок уже подтвердил покупку, а у него есть питомец, то деньги не возвращаются. Пришлось сделать паузу и уточнять статус рагра. Мой помощник проштудировал вопрос принадлежности лохматика и успокоил. В настоящий момент питомец являлся имуществом моей куклы, так как процесс передачи прав успешно завершен. Только в случае смерти Лены, рагр станет снова моим питомцем. На этой радостной ноте я завершил покупку мяса. Покончив с аукционом, я наведался в банк. Из потока бесчисленного количества работников сразу отпочковался гоблин с д-лицензией и застыл в ожидании. «Господин Ярополк, наш банк к вашим услугам». Гоблины совершенно не смутило присутствие стального Димитра, следовавшего за мной не дальше полуметра. К слову сказать, пришлось помучиться, чтобы убедить немого паладина завернуть в банк. Сложно о чем-то просить, когда тебя в упор не видят. В общем, я опустился до угроз наябенничать Герхарду, и это сработало. Только сегодня у нас действуют предложения по вкладам на очень выгодных условиях. Уверен, вам будет интересно узнать? Нет, грубо оборвал я словесный поток клерика. С этой братьей я предпочитал вести разговор как можно короче. Иначе сам не заметишь, как отдашь им на выгодных условиях все деньги, да еще и должен останешься. Прямо как цыгане из моей НПСной жизни. Мне нужен обычный счет и обмен одного граница на золото. С дальнейшей конвертации в евро. Это все. Да-да, конечно. Как вам будет угодно. Уши Гоблина дернулись, но профессиональная выправка дала о себе знать. Гоблин быстро произвел авторизацию на ближайшем автомате, оформляя мой запрос, и внес неожиданное предложение. Рекомендую евро заменить на доллары и рубли в соотношении один к двум. Для вас так будет рациональнее. Хорошо, согласился я с подозрением, уставившись на Гоблина. Тот поспешил объясниться. Банк осведомлен о вашем распределении, господин Ярополк. В Москве обычное население отдает предпочтение долларам и рублям. Евро вам бы пришлось менять. И вы потеряете на комиссии. Прошу прощения, если я смутил вас. Вы уже знакомы с процедурой обналичивания границов? Отрицательное покачивание головой Гоблин принял с радостью и коротко набросал суть. Оказалось, что с деньгами в игре не все прозрачно, как мне думалось вначале. От того, что игрок переводит границы в игровые монеты, золото, ценные бумаги или валюту. Его игровой границный баланс не меняется. Игра автоматически делает обратную конвертацию. Все в любой момент времени приравнивается к границам, за количеством которых тщательно следит игра. Как только их количество превысит количество базовых границов, запустится террор. Так что схитрить, переводя границы в золото, не получится. Не затягивая с формальностями и подписав пару договоров, я наконец получил на руки две пластиковые карты. Имеющихся на них денег хватало на приличное существование даже в недешевой Москве на пару игровых лет. Но одна вещь стала для меня очевидной. Лимит базовых границов следует скорее увеличить. Расквитаюсь заданиями исследователя и займусь подземельями. Из всех известных мне способов разбогатеть, этот был самым действенным. Москва встретила меня хорошей погодой. Что уже можно назвать подозрительным. Прежде душный и пыльный город, к моему удивлению, являл собой образец благоустройства. Взгляд то и дело спотыкался от тотально чистой булыжники. Оно сморщился от слишком свежего воздуха. Контраст с моей Москвой был настолько разительным, что я не мог ступить от стационарного портала в центре Красной площади. Так и стоял ошарашенный, мешая вновь пребывающим игрокам. «Паладин Ярополк?» Встречающему меня игроку пришлось постучать по плечу, чтобы я обратил на него внимание. Развернувшись, я вместо приветствия и знакомства уставился на шикарный лимузин неподалеку. Лимузин правительственной, известной марки, прямо в центре, на Красной площади, закрытый для проезда. Сопровождающий пару раз кашлянул, переключая мой интерес на него и, не представляясь, небрежно махнул в сторону лимузина. «Садись, встреча через полчаса. Не люблю опаздывать». С включенной мигалкой мы пронеслись по площади и подкатили ко входу в Кремль. Ворота распахнулись еще на подъезде, а целая дюжина охранников, как НПС, так и игроков отдала честь нашему кортежу. Автомобиль подъехал к парадному входу Большого Кремлевского дворца. Несколько НПС развернули красную ковровую дорожку по ступенькам от лимузина. Вдоль нее выстроились солдаты из Кремлевского полка, красиво изображая смирно. Рядом военный оркестр заиграл приветственный марш. Глаза окружающих горели трепетом и заискиванием. Все было настолько торжественно, что хотелось сгрести ложкой этот идиотский пафос в помойку, и всех отхлестать по щекам за рабское мировоззрение и вечное желание угодить. Как горько, что такое самодостаточное слово «служить» у нас используют лишь с приставкой «вы» или «при». Охрана открыла двери лимузина, и мой сопровождающий вальяжно вышел. Караул вытянулся еще больше. Ко мне никто не проявлял ни участия, ни интереса. Сопровождающий медленно и с достоинством начал восхождение. Я смотрел в спину идущего сквозь строй охраны игрока и не спешил бросаться вдогонку. Кто же соблаговолил меня встретить? Небольшого роста мужичок бросился из толпы ко мне и немного подтолкнул, предлагая следовать за большим боссом. Тот уже успел подняться по ступенькам и смачно облобызать встречающую девушку с караваем. Только после этого сопровождающий впервые обратил внимание, что меня нет рядом. Он обернулся и удивленно спросил. «Ты чего там застрял? Идем, мне тебя еще регистрировать, не отставай». Значит, сам регистратор оказал мне честь и лично встретил. Неплохо. Сразу за главным входом меня несколько раз просканировали на предмет несанкционированных предметов. Заставили сдать автомат, показав, что содержимое личного инвентаря игрока не является тайным. Долго кривлялись на книгу заклинаний, припираясь со мной о необходимости с ней расстаться. Только вмешательство сопровождающего позволило мне не почувствовать себя голым. Тон регистратора был при этом небрежно покровительственным. Он словно небожитель снизошел до проблем обычных граждан со своего чиновничьего олимпа. Наше путешествие закончилось в огромном кабинете. В приемной я заметил несколько игроков, ожидающих своей очереди на регистрацию. Однако им не повезло, как мне. Оказавшись в кабинете, регистратор занял роскошное кресло во главе стола и раскрыл блестящую кожаную папку, приготовленную заранее. Несколько минут я провел в тишине, ожидая, когда регистратор закончит чтение бумаг и заговорит. Примечательно, что интерьер кабинета не предполагал места для сидения посетителей. То ли потому, что общаться с ними руководитель предпочитал через секретаря, то ли потому, что посетители должны помнить о своем месте в этом кабинете. «Так-так-так, значит распределен в Москву». Я кивнул, подтверждая очевидность его слов. «Назначено начальное денежное довольствие на два месяца и однокомнатная квартира на Эннской улице. Ключи получил в святилище». Я снова кивнул. Регистратор озабоченно застыл и только его цепкий взгляд выискивал на мне что-то одному ему ведомое. После продолжительной паузы он резко продолжил. «Ну вот что, Паладин Ярополк, все первоначальные договоренности отменяются. Ключи от квартиры сдашь секретарю, на начальное пособие тоже не рассчитывай». «Не понял?» – удивленно протянул я. «А что непонятного? Была квартира, ветер изменился и нет квартиры. То же и с твоим пособием». «Ветер, значит. Надо думать, что дует этот ветер не со стороны регистратора. Слишком мелочно для птиц такого полета. Да и не стал бы он сам в таком случае встречать меня. Больше похоже на женское самодурство со стороны некоторых стервозных персон. Сука. Ты мне еще под дверью бомжей посели, чтобы я сильнее осознал твое могущество». А местный царек побежал лично исполнять приказ и удовлетворить свое любопытство, кого эта сама Мадонна гнобить изволит. «Мне вообще ничего не полагается». «Полагается. Комната в общежитии. Нормальная комната. Хорошие соседи. В самый раз для начинающего игрока». Я уже не понимал, то ли он издевается надо мной, то ли искренне успокаивает. «Ключи получишь у моего секретаря». Мое терпение лопнуло. Я уже открыл был рот, чтобы высказаться, но регистратор поднял ладонь вверх, останавливая меня. «Прежде чем ты что-то скажешь, знаешь, что по правилам игры ты не можешь отказаться. А за оскорбление должностного лица при исполнении тебя объявят вне закона. Я не обидчивый, но порядок есть порядок. Охотникам за головами выдадут патент на перерождение. У тебя есть лишние уровни?» «Нет», – сдулся я. Мой собеседник удовлетворенно хмыкнул, обнаружив у меня адекватные реакции. Расслабившись, он полез в нижний ящик стола, и оттуда послышался звук наливаемой жидкости. Откинувшись на спинку кресла, регистратор катал в стакане спиртное янтарного цвета. «Да и не переживай ты так. Любой может оказаться на твоем месте. От сумы и от общежития, как говорится, не зарекайся». Рассмеявшись своей шутки, регистратор суеверно сплюнул через левое плечо и постучал по столу, прежде чем хорошо отхлебнуть из стакана. Этот игрок, если и окажется в общежитии, то только потому, что сам того пожелает. Такие чувствуют себя отлично при любом ветре. Они неизменно на своих местах, потому что легко мимикрируют. Мы не можем принуждать гостей на испытательном сроке пребывать в жилье для социального найма, если есть собственная жилая недвижимость. Только необходимо вас официально уведомить. Граница-то есть? Регистратор выжидающе поднял бровь. «Граница-то есть». Как попугай, но с утвердительной интонацией подтвердил я. «Вот и ладушки!» – лучезарно улыбнулся регистратор и картинно всплеснул руками. «Ах ты боже мой! Что же это я выпил лекарство на голодный желудок?» «Нельзя, нельзя!» – доктор заругает. «Надо поскорее исправить это!» «Простите великодушно, господин регистратор. Я только что прибыл и с самого утра ничего не ел. Не будет ли наглостью с моей стороны попросить вас подсказать, где я могу отобедать?» «В эту игру можно и нужно играть вдвоем. Что прямо не запрещено, то разрешено. Разве не может один игрок оказать простую услугу другому игроку? Почему нет? Если тот платит границами?» Регистратор тут же вскочил с места, нажав кнопку спикера на столе. «Светочка, я на обед. Буду завтра. Сегодня выдашь ключи от жилья паладину Ярополку и расскажешь про уведомления». И уже у дверей скороговоркой добавил, закрывая кабинет. «Не то чтобы это просьба моего уровня. Но отчего же не помочь? Да воздастся каждому по заслугам его… потом, как говорится». Под прицелом недовольных глаз мы покинули приемную и спустились в местную столовую со старым, но богатым интерьером. Регистратор занял столик в стороне от посторонних глаз и молча подождал, пока к нам вышел шеф-повар. «Добрый день, как обычно?» В голосе у шеф-повара учтивость, а спина в поклоне. И это несмотря на эльфийские корни. «Да, мастер Сильтурин. Если как обычно, то тебе виднее». Эльф снова поклонился регистратору, скользнул по мне взглядом, скривившись при этом, и гордо удалился. Меню мне так никто не предложил. Видимой растерянный вид, сопровождающий рассмеялся. «Мастер Сильтурин, шеф-повар широкого профиля и высочайший профессионал. Для определения вкусовых предпочтений посетителя ему достаточно одного взгляда. При готовке он учитывает настроение гостей или характер переговоров. Любит посетителей с изысканным вкусом. У тебя же отношения к еде посредственные, не гурман одним словом», – снова рассмеялся регистратор. «Понятно», – протянул я. Вроде и не услышал ничего нового, а стало обидно. «Пока не принесли еду, самое время поговорить о делах. Как я сказал, тебе не обязательно проживать в официальном жилище. Просто получи ключи, вежливо скажи спасибо, а потом купи собственное жилье. Что еще тебя интересует?» «Информация. Подробный путеводитель по всем злачным местам Москвы. Неофициальный, само собой. Ну и некоторые контакты нужных игроков. Стандартный набор скорой помощи в случае неприятностей». «Немало». «Два граница», – не запинаясь, выдал цену барыга. Я подавился слюной. «Это граб...» «Ты словами аккуратно разбрасывайся», – грубо оборвал меня игрок. «Извините», – уже спокойно произнес я, не желая портить отношения в начале знакомства. Не подумал. Я хотел сказать, что это дорого для начинающего игрока. Регистратор довольно хмыкнул и согласился. «Знаю, но попробовать стоило». И захохотал. «Границ», – внес я свое предложение. «Полтора. Или обойдешься без полезных контактов», – не сдавался регистратор. Я расстроенно вздохнул и попрощался со списком полезных контактов скорой помощи. «Согласен, но расскажите, как звучит дословно приказ от Мадонны, и почему вы мне все-таки помогаете? Хоть и далеко не бесплатно». Не удержался от шпильки я. «По рукам. Да тут скрывать нечего. Усложнить жизнь, но без фанатизма. Лишить привилегии, но в рамках правил. Насчет помощи и так все понятно. Госпожа наказывает по мелочи. Так, чисто по-женски, забавы ради. Это несерьезно. А значит, изгнание не продлится долго. Ты ей нужен, иначе мы бы с тобой уже не разговаривали. Логично?» «Логично», – согласился я. Хотелось и самому поверить в эти убедительные доводы. Принесли первое блюдо, и разговор оборвался. Трудно общаться, когда род занят, а мысли однообразны. Божественно, восхитительно, женюсь, определенно женюсь. И так с каждой сменой блюд. Прошел час, прежде чем я снова ощутил в себе желание, не связанное с едой. Мне было уже наплевать, что эльф при первой встрече был недоволен моими вкусовыми предпочтениями и отношением к еде. Он был мастером, а таким многое позволяется. Для него еда была собственной религией, дарующей другим удовольствие, а ему позволяющей каждый новый день встречать с радостью. «Ваш Гранис», – я кинул регистратору обмен и наконец-то узнал имя, Юрмил. Мой собеседник, в свою очередь, передал мне внушительный томик. «Атлас всех мест России, переплетенных с игрой. Начиная от ночных клубов, заканчивая таинственными захоронениями великанов на Урале». «Уверен, как исследователь, у тебя будет это интересно. Считай это подарком от меня». «Или инвестициями», – предложил я свою интерпретацию. «Посмотрим, посмотрим», – не без иронии ответил регистратор, и, довольные друг другом, мы поспешили распрощаться. Спустя два часа я благополучно стоял в автомобильной пробке, стремительно летя навстречу своей судьбе. Раньше меня постоянно возмущали активные дорожные работы в разгар движения. Приходила толпа горе-тружеников, копали траншею поперек только что отремонтированной дороги и красиво удалялись наперекур на час, день, неделю, забывая растянуть заградительную ленту. Но сейчас, проезжая мимо очередных работ, я видел полную картину происходящего, объясняющую многое. На дне траншеи, лапами вверх, валялось несколько тел безобразных монстров. Под видом ремонтников над ними колдовали маги. То есть, каждый раз, когда я видел нелогичный дорожный ремонт, на землю прорывались чудовища, и заинтересованные службы занимались их поимкой и ликвидацией последствий. Аналогичная ситуация складывалась с фасадами зданий. То и дело, по дороге мне попадались не справившиеся с управлением воздушные суда самых немыслимых конструкций. Под видом бесконечных реставраций исторических зданий службы справлялись с результатами столкновений. Таким образом, игра заботилась о НПС, вернее, об их психике. Выделенное мне общежитие находилось на окраине города. Здесь соседствовали и рынок, и пара крупных торговых центров. В пешей доступности чередой выстроились местные отделения популярного банка, почты и ЗАГСа. Примечательно, что рядом с моим новым жилищем, напротив дворца бракосочетаний, расположилась остановка с огромной вывеской «К Эннскому кладбищу», которую ушлые бабульки облюбовали для своего маленького бизнеса – продажи искусственных цветов и венков для скорбящих родственников. Но рассмешило меня не это, а то, что, несмотря на будний день от отдела ЗАГСа, то и дело бежали изрядно выпившие за здоровье молодых мужчины и отоваривались у бабок. Направляясь к своему новому дому, я приметил одного такого покупателя. «Бабуся, давай самый красивый, на все, сдачу себе оставь!» – гордо протягивая сторублевую купюру, произнес сильно нетрезвый покупатель. «Сейчас, милок, сейчас, наковат тебе лилии, цветок чистоты, истинно тебе говорю!» «Пойдет в самый раз!» – запричитала довольная старушка. Мужчина схватил хиленький букетик, не глядя, и ретировался снова к ЗАГСу. «Бабуль, а зачем поминальные букеты продаешь? Организовала бы продажу свадебных», – спросил я бойкую старушку, приостановившись. «А зачем, милый? С живыми цветами мороки-то! Да дороже они, а эти ироды и не заметють!» «Да и правильно оно! Помянуть надо девкину-то свободу! Вона еще одну ведуть! Посуду мыть, стряпать, та носки стирать!» «Все по чести-то, милок, все по чести!» – произнесла старушка, грустно провожая влажными глазами еще одну невесту. «Судья во мне даже не шевельнулся, так как у каждого своя правда». Поднимаясь по обшарпанным ступеням на третий этаж, я оттяжелел сердцем все больше и больше. Узкие грязные лестницы, постоянный шум, спертый воздух – это далеко не полный список достоинств нормального жилья для начинающего игрока. Стены были грязными, с осыпавшейся штукатуркой и отличной слышимостью. Окна выбиты, вероятно, чтобы улучшить естественное освещение и кондиционирование, так как лампочек не было нигде. Всюду грязь и разруха. Туалет, если судить по запаху, наверное, единственный на все здание. Его сногсшибательный аромат временами смешивался в причудливую композицию с таким же ядреным запахом приготовленной пищи. Некоторые этажные коридоры хозяйственные мамочки приспособили под сушилку для белья, и я наслаждался разглядыванием сильно застиранного белья и растянутых до огромных размеров цветочных композиций на трусах и ночных рубашках. Контингент здесь заслуживал отдельного упоминания. Всю дорогу я чувствовал брошенные в спину тяжелые недобрые взгляды. Радовало, что дальше них дело не шло. Местная гопота на лестничной площадке сплюнула себе под ноги и отвернулась. Мамашки делали вид, что заняты и не страдают любопытством. Детвора бежала от меня в противоположную сторону. Да и местные бабки прекратили перебранку с алкоголиками, стоило мне появиться на горизонте. Игра спешила на помощь, нарисовав в голове каждого НПС такой образ, чтобы их сознание активировало алгоритмы избегания конфликтов. Если бы не Елена, я бы ни за что здесь не появился. Наконец, я дошел до нужной двери и тихонько ее отворил. «Ярополк, ты вернулся!» Маленький русоволосый вихрь бросился ко мне и обхватил за шею. Я даже сказать ничего не успел. Посыпался град поцелуев, вперемешку с причитаниями, как по мне скучали. Было приятно. Нет, не так. Я был счастлив, что она у меня была и умела радоваться так открыто и искренне. Я не обманывал себя, убеждая в свободе выбора моей куклы. Я просто наслаждался тем, что есть. Моя главная ошибка была в том, что Лену я не смог воспринимать как имущество, вопреки всем игровым законам. Следующие несколько дней пролетели незаметно. Я купил новую квартиру, машину и, руководствуясь советом Герхарда, совершенно забыл, что являюсь частью машины под названием «Игра». А в списке первоочередных дел с пометкой «Срочно» стоит поиск Мерлина. Все внимание было отдано Лене. Незаметно для себя я начал влюбляться. Это легко сделать, когда уверен, что твой партнер предан тебе и искренен до последнего вздоха. В этом у меня не было ни малейшего сомнения. Как же иначе? Ведь смысл существования куклы делать меня счастливым. Да будет так. Мы гуляли сутками напролет, возвращаясь в наше уютное гнездышко только ночью, но вовсе не для сна. Секс с куклой был неземным, и каждый раз я достигал седьмого неба от удовольствия. Единственным напоминанием об игре были визиты Алларда и Мизардина. Охотник тоже поселился в Москве, и они оба налаживали свой быт, не забывая выбираться на ознакомительные прогулки по городу. Потом в обязательном порядке делились с нами своими впечатлениями от огромного мегаполиса с его урбанистическим укладом. В родных мирах моих компаньонов ничего подобного не было. Особенно прониклась эта парочка красной площадью. На лобном месте, где по преданию казнили несколько сотен преступников, находилась огромная яма со странным существом. Ни глаз, ни рта у него не было. Просто округлый комок бурой плоти, из которого произрастало несколько тонких отростков. Питалось существо эмоциями окружающих. И чем впечатлительней был человек, тем больше эмоций он отдавал. Над ямой располагался смотровой мост для всех желающих. Желали в основном НПС, хотя и не видели никакого монстра. Их просто тянуло на мостик, и они не сопротивлялись своим желаниям. НПС проникались атмосферой места, задумываясь о сути бытия, и уходили с площадки погруженными в себя. Всю радость они оставляли ненасытному шарику. Игроки были здесь редкими клиентами, что и понятно. На них влияние монстра было не в пример сильнее. Так что на мостик забредали только отчаянные энтузиасты, проигравшие спор или наоборот желающие выиграть, демонстрируя стойкость к чарам любителя эмоциональных деликатесов. Выглядели они забавно. И насколько я знал, все проигрывали, позорно скручившись на мостике в рвотных позывах. Но желающие почему-то находились снова и снова. На волне полного погружения в прошлое я не удержался и съездил в район, где вырос. Оставшиеся для меня реальностью 23 года прошлой жизни требовали своей жертвы. Хотелось увидеть что-нибудь или кого-нибудь. Не родных, их уже не вернуть. Но хотя бы двор, в котором я вырос, или Михалыча с котом у подъезда. Вечно голодного барсика мы подкармливали всем домом, жалея за оборванное ухо и слепой глаз. Никто не знал, где и когда кот получил увечья. О Михалыч нам каждый раз рассказывал новую версию трагических событий. Мы восхищались отвагой кота и воровали дома для него докторскую колбасу. Однако игра жестоко убила все надежды. Дома не было. На его месте располагалась платная парковка. Я зашел в ближайший двор расспросить, как давно снесли дом. Но местные все как один твердили, что дома здесь отродясь не было. Что было до парковки, я тоже не смог выяснить. Люди путались в показаниях, предлагая самые разные варианты. Про Михалыча с барсиком здесь тоже не слышали. Может и живет где-то, мало ли алкоголиков разных скотами по дворам шастает. Окончательно я расстроился, когда решил забежать в родную школу. Она-то точно должна быть на месте. Я бы обрадовался даже классухе, оставившей неизгладимый бред в моей неокрепшей подростковой психике. Школа действительно оказалась в соседнем дворе, но от другого типа постройки и с абсолютно незнакомым мне коллективом. Даже номер был другим. Внутренне согласившись с намеком от игры, что прошлое пора оставить в прошлом, я покинул свой район. Лена быстро меня отвлекла от всех неприятных мыслей. И я еще старательнее погружался в иллюзорный мир, созданный нами для самих себя. Никаких проблем с этим не было. Другие игроки сторонились нас, помня об указании Мадонны. Меня это устраивало полностью. Аллард с Мезардином занимались своими делами и не вмешивались в нашу жизнь. На меня никто не нападал, все словно забыли обо мне. И это было круто. Так круто, что добровольно я бы из своей скорлупы не вылез. Но реальность поспешила напомнить о себе ровно на шестой день моего персонального рая. «Паладин Ярополк, вам надлежит незамедлительно прибыть к куратору судей». Хриплый тяжелый голос раздался в динамике моего коммуникатора. Звонок пришелся в аккурат на три часа ночи. Я подскочил как ужаленный, услышав страшный набат вместо привычного рингтона, не понимая в чем дело. Но увидев светящийся дисплей телефона и заворочившуюся, но еще спящую Лену, я поспешил нажать на кнопку приема. «Каюсь», услышав приказ, я хотел послать говорящего, отключиться и улечься дальше спать. Но звонивший был настойчив. «Повторяю, паладин Ярополк, вам надлежит». Слова заполняли мою пустую с просонья к голову и навязчиво повторялись уже без говорящего. Хотелось вскочить прямо сейчас и бежать без оглядки на поклон к куратору, которого я, признаться честно, игнорировал все эти дни. Когда голос в третий раз повторил, что мне следует делать, я решил с ним согласиться и услышал долгожданный отбой. Не хватало еще получить от игры наказание на излишнее промедление. Только я встал с кровати, как рядом открылся портал. Игра не желала тратить ни секунды своего драгоценного времени. Легкое головокружение, и я очутился на знакомом месте в центре Красной площади. Молоденький лейтенант сразу подбежал ко мне, быстро представился и сообщил, что его отрядили доставить меня к куратору. Оказалось, что все дороги в Москве ведут в Кремль, особенно если вам нужны высшие чины. Куратор-судьи, как и регистратор, да и любой игрок, занимающий весомую игровую должность в Москве, работал и проживал прямо в Кремле. Когда Степан показал мне уровень светлой энергии на территории, стала понятна такая привязанность игроков к красным стенам. Кремль сам по себе являлся мощным источником света. Пусть не таким сильным, как мощи святых, но здешним обитателям хватало с лихвой. Еще бы, 150 миллионов НПС, проживающих в России, почитали Кремль как символ единства веры и власти. Комплекс просто аккумулировал направленные на него эманации, преобразуя их в считай дармовую энергию. Кто же добровольно откажется от такой кормушки? Никто. Все согласятся и будут рьяно ее охранять. Двигаясь по коридорам в нужный кабинет, я отметил про себя, что ни в первые посещения Кремля ни сейчас не чувствовал на себе действия света. Это означало, что питомец справлялся со своей задачей и надо заранее позаботиться о смене тела. С этими мыслями я вошел в кабинет куратора судей. Эльф, жрец. Красные глаза говорили о хронической усталости и стабильном недосыпе. Лицо чисто физически не могло излучать дружелюбие. Я прекрасно видел причины. Есть такие должности, которые не предполагают спокойствие и домашнюю постель. «Садись». Мне коротко кивнули. Допивая остатки жидкости из кофейной чашки, эльф продолжил. «Согласно решению Великой Мадонны, тебе передается дело номер 557732. Ознакомься. На стол упала тонкая папка. Не скрывая своего недоумения, я открыл документ и погрузился в чтение. Ритуальные убийства. Жертвы. Четыре НПС. Свидетелей нет. Признаков насильственной смерти нет. Хотя тела странно повреждены. Возможно применение магии, но ее отголосков найдено не было. Следов вокруг места преступления нет. Расследование ведет полиция Москвы. Первостепенная задача – раскрыть мотив преступления. Зацепка. Тела жертв выложены в единый рисунок. Возможно, жертвенную печать. Рабочая версия – вызов демона. Есть основания предполагать, что убийца – игрок. Вроде все понятно и написано все понятным языком. Непонятно было, почему Мадонна вспомнила обо мне в связи с этими убийствами. «Будешь отчитываться мне о продвижении дела каждые сутки. Запишись заранее на прием на все десять дней», – закончил куратор и откинулся в кресле. Потому как заблестели его глаза, стало понятно, что в чашке был далеко не кофе. Но обвинять куратора не стоило. Ночь выдалась хлопотной, и организм требовал снять стресс. После последних новостей мне и самому захотелось промочить горло и мозги. «Почему все десять дней?» – зацепился я за озвученный срок. «Сейчас поймешь. Принимай, я обмен кинул. Мои ребята провели предварительный осмотр места. В центре жертвоприношения надпись. НПС такого не умеют. Это кто-то из игроков». Куратор кинул мне видео о съемке с места происшествия. Несмотря на ужас, нельзя было не заметить четкость линий и правильную симметрию. Трупы изломанными куклами лежали на земле, формируя замысловатый узор. Его устрашающая красота и точность могли удовлетворить самого требовательного перфекциониста. «На фанатика или безумца я ставку тверда рука мастера». Апофеозом этого ужаса была огненная надпись в центре фигуры. «Через десять дней на земле наступит хаос». «Сверху поступил приказ передать это дело тебе. Я изучил твое досье и нахожусь в недоумении. Чем ты можешь помочь?» – добавил куратор без излишнего заискивания перед Мадонной и ее протеже в моем лице. «Но приказ есть приказ». «Работай. На трупах нет никаких повреждений, нет следов применения магии. Если это действительно вызов, то у нас гастролер. Иллюзий, что ты его поймаешь, у меня нет, но есть четкий приказ не препятствовать твоему следствию. Своего не вести и вообще делать вид, что ничего не произошло. Учти, паладин, если из-за твоей некомпетентности погибнут НПС или произойдут еще большие неприятности, то лучше самоустранись любым известным тебе способом. Понял?» «Это угроза?» – удивился я. Судя по тону и словам куратора, он искренне заботился о земле, что не свойственно высоким чинам. Они обычно больше радеют за собственное благополучие, а не отчизну. Тем более за НПС. «Лишь констатация факта», – отрезал судья. «У тебя есть десять дней. Повторяю, я жду отчет о ходе следствия каждый день. Неофициально можешь рассчитывать на мою поддержку. Пора вспомнить, что ты судья, а не хрен собачий. Иди, тебя уже ждут на месте преступления».